Всем привет! Добро пожаловать на очередной лайв-класс, посвященный новинкам в Adobe Premiere Pro версии 2018.1 и 0.0. Поскольку давно не делал обзоров, то решил записать сразу новинки двух версий апрельского, недавнего обновления и октябрьского обновления. Поэтому упорядочу их следующим образом. Сначала поговорю про самый свежак, про обновление 2018.1, а потом закрою остальные новинки, которые появились в более ранних версиях в октябре прошлого года с выходом версии 2018.0 и точечного апдейта 2018.0.1, который тоже где-то в это время появился. Сначала небольшая отмазка с моей стороны касаемо VR. Большое количество функций или большое количество нововведений 2018.1 версий связано с VR. Я понятия не имею ничего про работу с виртуальной реальностью, поэтому эти функции я разбирать не буду. Я разберу лишь те функции, которые будут полезны мне в моей работе. Поэтому сразу дисклаймер с моей стороны, про VR ни слова. Окей, какие же новинки появились? Первая, бросающаяся в глаза новинка версии 2018.1, это улучшение в панели Lumetri Color, во-первых, а во-вторых, улучшение в режимах сравнения. Первая функция это Split View, когда программ-монитор можно теперь разделить на две половинки и сравнивать в каждой из половинок референсный цвет или референсный кадр с текущим кадром. В принципе, если вернуться в прошлое, то в старых версиях старожил, оксакал и помнят, что в версии 2015 был так называемый референс-монитор, который приказал долго жить к 2017 версии и с тех пор, как только народ не извращался для того, чтобы сравнить визуально два кадра. Вплоть до того, что с помощью Match Frame загружал исходный кадр в Source Monitor и вот так вот визуально сравнивал их. Так вот, эти времена извращений остались, надеюсь, в прошлом, потому что теперь появилась функция Split View или Comparison View, которая, собственно, делит от экрана программ-монитора на две части и показывает в каждой половинке, в одной половинке референсный кадр, в другой половинке текущий кадр. Для удобства работы я программ-монитор и закладку программ-монитора перетащу к остальным закладкам, просто чтобы изображений было побольше. Так вот, режим Split View предполагает три варианта отображения. Тот вариант, в котором я нахожусь сейчас, это Side-by-Side View. Они все подписаны, вот здесь вот эти две кнопочки. Side-by-Side, как следует из названия, показывает две картинки бок о бок. Дальше вертикальное разделение, горизонтальное разделение. Причем это разделение не фиксированное. Если нужно, вы можете передвинуть границу. Показываю больше, то один кадр, то другой кадр. Чего пока, я надеюсь, пока нельзя сделать, это получить диагональную какую-нибудь рамку. Потому что, например, я сейчас хотел бы сравнить, предположим, вот эту часть стенки в крупном плане вертолета с вот этой же стенкой на общем плане. То есть я как-то худо-бедно могу это сделать в Vertical Split. Но, допустим, если я хотел бы сделать диагональное разделение, то пока этого делать не могу. Может быть, это появится в будущих апдейтах. Дальше. То, с чем я сравниваю, то есть какой кадр я использую в качестве референсного, выбирается внизу, если я нахожусь в режиме Side-by-Side. Или, если это горизонтальный сплит, то вверху, то есть тот кадр, который показывает референс, рядом с ним находится элемент управления выбора этого референса. Это первая значительная новинка. Причем сейчас, например, предположим, у меня слева находится референсный кадр, справа кадр, который я буду подгонять. А что, если мне хотелось бы наоборот подогнать этот кадр к вот этому? То есть хотелось бы загрузить, то есть референс, конечно, я могу выбрать, но сейчас меня немного смущает то, что исходный кадр синий у меня слева на тайм-линии, но отображается справа в программ-мониторе. А желтый кадр с общим планом справа на тайм-линии, но отображается слева. Так вот это легко можно поменять, просто кликнув кнопку Swap Sites и поменяются местами стороны сравнения, что довольно удобно. Окей, возвращаясь к новинкам. Новинка Split View бок о бок или рука об руку идет со второй важной новинкой Color Matching или подгонка двух планов по цвету. Если вы помните, опять же, в том самом покинувшем нас преждевременно Speed Grady от компании Adobe, точнее от компании Iridas, которая купила компания Adobe как-то давно. Так вот, в том самом Speed Grady была прекрасная функция Color Matching, которая позволяла подогнать два кадра по цвету достаточно близко друг к другу. И когда Adobe прекратил развивать Speed Grady с 2015 версии, очень много пользователей на форумах взвыло, потому что как же так? Вы убиваете программу с прекрасным функционалом, да, со своими сложностями и сильными и слабыми сторонами, но там был прекрасный Color Match. И вы ничего не предложили взамен. В тот момент Adobe сказал, подождите, обождите, все будет, обождите. Вот как раз ожидание закончено, функция Color Matching наконец-таки появилась. Реализована она очень элегантно, на мой взгляд. Через, кто бы сомневался, через панель Lumetri Color, конечно же. Где, во-первых, можно включить тот самый режим Comparison View. То есть не обязательно кнопкой в окне программа монитора, можно включить ее здесь. А во-вторых, собственно, вот кнопка Apply Match. То есть все, что мне нужно сделать, я их опять поменяю местами, встать на тот план, который я хочу заматчить, выбрать в качестве референсного тот план, к которому я хочу подогнаться, он у меня уже выбран здесь, и просто нажать кнопку Apply Match. А, кстати говоря, вообще функция затачивалась под работу с крупными, средними и общими планами, поэтому есть поиск лица и поиск определенной температуры, определенной температуры цвета кожи. Но поскольку в данном случае у меня нет лиц в кадре, то галочку Face Detection я отключу, чтобы он не заморачивался на оттенке кожи. И нажму кнопку Apply Match. Причем, хорошо, а что если нужно подогнать, допустим, тепленький план под холодный план, то есть наоборот, не проблема. Reset No, Lumetri Color. Кстати, одна из новинок в панели Lumetri Color, то что появились кнопки Reset. Раньше я даже вот сейчас по привычке полез в Effect Controls, для того, чтобы нажать кнопку Reset, когда вспомнил, что такая же кнопка Reset теперь есть в панели Lumetri, и не обязательно залезать каждый раз для этого в Effect Controls. Так вот, что мне нужно, если хочу заматчить в обратную сторону? Не проблема. Встаю на желтенький план, в качестве референсного выбираю синенький, и опять-таки Apply Match. Причем, самое интересное, что подгонка выполняется за счет Color Wheels. То есть я в любой момент, если по каким-то причинам подгонка выполнена недостаточно точно, и, допустим, план должен быть в тенях чуть более синим, я могу добавить синевый в Shadows, если это требуется. То есть это Color Match. Если вы помните, в Speed Grady это был отдельный слой, ненастраиваемый, над которым выполнялась коррекция. А то, как это теперь реализовано в премьере через Lumetri Color, то есть сам по себе Color Matching можно дальше допиливать, что удобно. Так, дальше. Ну, говоря про Lumetri Color, нельзя не упомянуть, помимо кнопки Reset, то, что появилась функция глобального отключения. Раньше она была реализована в виде горячей клавиши, точнее, в виде команды, которую можно было повесить на горячую клавишу. Поэтому сама по себе функция не Nova, а нова лишь кнопка, которая теперь появилась в панели Lumetri Color, но в случае, если вам больше нравится клекать мышкой, а не нажимать горячую клавишу. Но стоит признать, что действительно располагается она достаточно удобно, и необходимость в назначении отдельной горячей клавиши, может быть, даже уже и отпадет. Едем дальше. Вторая функция, которую Adobe трубит на всех углах, это функция автопонижения уровня звука. Опять-таки, функция сама по себе не Nova, она реализована в конкурирующих программных продуктах, она реализована была в аудишене, и вот теперь она перекочевала, наконец-таки, в премьер. Давайте посмотрим, как она работает. У меня, как обычно, припасен рояль в кустах. Да, я, кстати, выйду из режима сравнения и верну программ-монитор, как было раньше, в двухмониторную конфигурацию. Вот примерно такой рояль в кустах наблюдаем. Вот такая секвенция, где есть некий гражданин, который вещает про Амстердам. И у меня есть три типа музыка... Три типа звуковых треков. Шумы. Город. Амстердам. Собственно, речь самого дядьки на треке А2. И музыка. Давайте послушаем, как это выглядит. Музыка оставляет пока что желать лучшего, но какую подобрал, такую подобрал. Пока что она, мне кажется, слишком укуренная получилась. Слушаем. Так вот, в чем проблема? Проблема в том, что музыка заглушает собой этого дядьку и нифига не слышно. А как эту проблему мы решали раньше? С помощью старых, добрых кейфреймов. То есть расставляем два кейфрейма по началу звука, два кейфрейма по концу звука, а потом опуская серединку на нужный нам уровень. Ну, минус 30, наверное, много. Где-то минус 20, наверное. Причем, вот даже сейчас я не сразу выставился на нужный уровень. Да, вот как-то так. Поскольку любой, даже на миллиметр перемещение мышки приводит к тому, что звук достаточно сильно прыгает. И это улучшено в новой версии с помощью функции аудиодакинга. То есть сейчас то, что я проделал вручную, я проделаю с помощью, или воссоздам с помощью новой функции аудиодакинга. Поотменяю все. Функция живет как следовало ожидать в панели Essential Color. Но для того, чтобы функция сработала, мне нужно подсказать премьеру, что из этого является музыкой, что из этого является голосом, что из этого является шумами. В принципе, шумы или амбиент я могу пропустить, потому что премьер будет ориентироваться, ему достаточно только указать, где лежит голос. Поэтому, в принципе, есть возможность назначить эти клипы как шумы, но я их обозначу просто как... Так, я уже здесь побаловался и подозначал. Вот сейчас я заново это делаю. Этот клип я обозначу как дайлок, голос. Этот клип я обозначу как музыка. Дальше. Как только я назначаю тому или иному клипу его тип, автоматом панель Essential Sound переключается в настройки звука данного типа. И вот, собственно, эта опция. Не могу сказать, что она бросается в глаза, но, тем не менее, она на виду. Я впервые, когда воспользовался, когда открыл панель Essential Sound, долгое время сидел как баран на ноги ворота, нажимал галочку, отжимал галочку, пока не допетрил, что эта панелька свернута. Вот это, на мой взгляд, большой косяк в юзабилити, потому что нет никакого визуального индикатора, свернута панелька или развернута. То есть вроде галочку включаю, ничего не происходит. А что должно произойти? Появиться какие-то зеленые щелечки должны быть, которые не знаю что. Поэтому было бы прикольно, если бы хотя бы как-то цвет менялся у панельки, или там треугольничек появлялся, что она развернута или свернута. Надеюсь, это тоже будет улучшено в следующих версиях. Так вот, активируя галку и разворачивая соответствующую панель, панель ducking, я могу указать премьеру, относительно чего понижать звук. Умница премьер сам понимает, что сейчас по умолчанию стоит понижать звук относительно диалоговых клипов. Собственно, то, что мне и нужно. Пару слов про настройки. Чувствительность, то есть, грубо говоря, где премьер будет ставить ключевые кадры. Причем, обратите внимание, что он будет ставить ключевые кадры именно по реальному звуку, не по границам клипов. Давайте даже специально попробую этот клип чуть-чуть сделать подлиннее. Правда здесь? Вот так вот. То есть, в реальности звук голоса в клипе заканчивается чуть раньше, чем заканчивается сам клип. Премьер поймет эту разницу, и он действительно будет ориентироваться не по брусочку на тайм-линии, а по реальному звуку клипа. Поэтому, если эта чувствительность, то есть, грубо говоря, разница между самым громким, то есть, самым тихим фрагментом звука и достаточно громким больше, чем 6 дБ, премьер будет считать, что это уже как раз та разница, на которую нужно начинать ставить кейфреймы. Дальше. Насколько делать музыку потише и какой длины в миллисекундах должны быть захлесты между первым и вторым кейфреймом и между третьим и четвертым кейфреймом. Вот предварительные настройки уже стоят. Нажму просто кнопку Generate Keyframes. В зависимости от того, насколько длинная у вас тайм-линия, это может случаться моментально, может чуть-чуть придется подождать, если у вас там, не знаю, двухчасовая тайм-линия. Но вот они, те самые кейфреймы, которые поставил не я, а премьер на основании анализа этого звука. Дальше. Причем, обратите внимание, по неизвестным причинам вот здесь он стабильно промахивается. То есть он ставит первые кейфреймы чуть раньше, чем идет реальный звук. А вот по концу он попадает и кейфрейм действительно переходится на конец голоса, а не на границу клипа на тайм-линии. Дальше. Предположим, что... Я сейчас послушаю, как это выглядит. И... Допустим, громковато. Надо бы еще музыку опустить. Вот то, о чем я говорил пять минут назад. Нет необходимости вручную это делать. Хотя есть такая возможность. Я могу схватиться за уровень клипа и потащить его ниже. Но я просто попрошу премьер опустить, например, до минус 22 дБ. И заново нажму кнопку Generate Keyframes. Обратите внимание, сейчас у меня уровень... Да... Дрит Мадрид. Вот. Минус 18 дБ. Сейчас. Нажимаю Generate Keyframes. Брик. Уровень. Минус 22 дБ. То есть нет необходимости вручную это все опускать. Достаточно выставить этот параметр в окне Essential Sound и он опустит его самостоятельно. Удобно. Добротно. Надежно. Все хорошо. Это что касалось работы с автопонижением звука. Новая функция версии 2018.1. Далее. Улучшение в работе с панелью Essential Graphics. Поскольку я довольно много времени провожу работы с титрами. Для меня это одно из важнейших нововведений. Первое нововведение. Появились или вернулись градиентные заливки. Пока что градиентные заливки вернулись только для шейпов. То есть все еще нельзя сделать градиент для текста. Как это можно было делать в Legacy Titler. Но учитывая, что Adobe потихонечку возвращает функционал из Legacy Titler. То есть Essential Graphics теперь научается все большим-большим трюкам, которые были в Legacy Titler. Поэтому есть надежда, что градиентные заливки и для текста тоже вернутся. Но пока только для шейпов. Давайте продемонстрируем, как это работает заодно со всеми плюсами и минусами. Предположим, давайте протитруем этого гражданина. Зная меня, можно предположить, что можно предположить, какое имя я ему придумаю. Конечно же, это будет Вася Пупкин. И предположим, я хочу расположить имя Васи на давайте опять программ-монитор сделаю на весь экран. Хочу расположить имя Васи на плашке, чтобы плашка не... чтобы белый текст не сливался со светлым фоном. Соответственно, нарисую Rectangle. Вообще, помимо вот этих нововведений с градиентами, касаемо работы с текстом на плашке, куча дополнительных новинок, но о них чуть позже. Так вот, предположим, что меня не совсем устраивает равномерно залитая плашка. Я хотел бы сделать такой фэнси, плавный, уходящий градиент. Может быть, даже в прозрачность. Нет никаких проблем. Единственное, что, вот опять же, когда я прочитал про то, что появилась такая функция, решил найти самостоятельно, чтобы проверить, насколько легко включить градиент. И тоже сидел полчаса, смотрел, как баран на новые ворота, не нахожу нигде градиентной заливки. Обычную заливку вижу, а градиентной нету, никаких кнопочек, ничего. Потом догадался, может быть, надо ткнуть в квадратик. И действительно, внутри Color Picker появляется возможность выбирать между сплошной заливкой градиентной и линейной и градиентно-радиальной. Ура! Аллилуйя! Более того, это действие переключает сам по себе квадратик на экране в режим настройки градиент. Сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Предположим, простейший градиент, ну давайте так, от синего, опять же, кто-то сомневался, от синего к белому. Причем, сам градиент может быть настроен прямо здесь, уже на, в окне программ монитора. И, ну, выглядит неплохо. Дальше, предположим, что я все-таки не хотел бы делать градиент от синего к белому, хотелось бы сделать градиент от синего к прозрачному. То есть, потихонечку где-то вот тут вот он уже ушел в прозрачность вместо того, чтобы уходил в белую. Здесь есть одно отличие от Legacy Тайтлера. В старой тетровалке вам не обязательно было сначала выравнивать этот цвет. В старой тетровалке вы могли легко кликнуть на бегунок прозрачности и увести прозрачность в ноль. В Essential Graphics это приведет вот к такому интересному эффекту. Цвет сначала будет светлеть, а потом только уйдет в прозрачность. То есть, для Essential Graphics принципиально важно, чтобы вы сначала выровняли два цвета здесь этот и этот. А потом уже вводили прозрачность. Либо я, например, предпочитаю либо со всеми вот так вот затянуть, либо просто переключиться вот в такой синенький. Вот тогда вот это белое белый градиент исчезает и уходит равномерно в прозрачность на синем фоне. Опять-таки, неизвестно это баг или фича, учитывая, что это работает последовательно на всех компьютерах, где я пробовал, скорее всего, это такая реализация этого функционала. Поэтому, опять же, если вы привыкли работать более беспечно в Legacy Таттлере, Essential Graphics требует более ответственного подхода. Далее. А, и как я уже сказал, не работает пока что для текста. Если я попробую Васю Пупкина выделить и зайти в выбор цвета, то пока что здесь только выбор цвета, а нет выбора градиента. Но надеемся, что это просто пробный камень и, убедившись, что этот пробный камень успешен, адобовцы вернут и градиентные заливки для текста. Не то, чтобы я сейчас сплю и вижу, когда же это вернется, но хорошо бы, чтобы этот функционал вернулся когда-нибудь, потому что полезный функционал. Дальше. Второе улучшение. Теперь можно анимировать параметры панели Essential Graphics, не покидая панели Essential Graphics. Раньше, для того, чтобы сделать простейшую анимацию, например, чтобы текст Васи Пупкин выехал или просто вышел из прозрачности, то есть был, не прибегая к транзишну, к какому-нибудь краудизову, а просто, например, проанимируем текст, просто по Опасити. Так вот, раньше приходилось заходить в закладку эффект controls и анимировать, включая секундомер, у соответствующего параметра, например, у параметра Опасити. Теперь этого можно не делать, теперь можно включить анимацию у каждого из параметров Scale, Position, Rotation, Опасити прямо в панели Essential Graphics. Например, допустим, вот где-то здесь, я ориентируюсь прямо по таймлинии, вот здесь у меня титр уже должен проявиться на всю катушку, на 100%. Кликаю в иконку Опасити и тем самым ставлю ключевой кадр по параметру Опасити. Дальше оттаскиваю Playhead от начала клипа и увожу Опасити в 0. Поскольку Auto Key Framing или авторасстановка ключевых кадров уже активирована, то вот у меня такая анимация уже есть. Причем если посмотреть в закладку Effect Controls вот они родимые, вот они Key Framing. Я их не ставил, точнее я их не включал вручную с помощью секундомера, потому что теперь этот функционал реализован в панели Essential Graphics на иконке каждого параметра. Таким образом я могу проанимировать и Position и Scale и Encore Point и Rotation просто кликаю по иконке. Удобно, что и говорить. Далее следующее нововведение панель Time Code в чем удобство и что это за панель? В меню Window активируется одноименная команда причем у меня по умолчанию почему-то невероятно я сохранил это в настройках Workspace а на автомат у меня вставляется уже под Program Monitor мне в принципе это даже нравится мне удобен такой режим единственное что если вы также будете встраивать эту панель над таймлинией или под Program Monitor возможно вам будет удобнее переключить ее из режима Full Size в режим Compact причем здесь название получается слегка не информативно потому что в режиме Compact она занимает больше места чем в режиме Full Size вероятно ответ или причина этого кроется в том что изначально эта панель разрабатывалась для вертикальной ориентации сейчас я покажу как это будет выглядеть и при горизонтальной ориентации она тоже работает но вот с такой вот странностью что компактный режим занимает больше места на экране чем режим Full Size Full Size такой вот маленький аккуратненький для того чтобы поменять ориентацию панели достаточно просто перетащить ее ну например вот между Program Monitor и окном проекта либо с командом как любую другую панель вы можете вытащить так чтобы она болталась в виде самостоятельного окна например удобно ее расположить на втором мониторе если у вас двухмониторная конфигурация в чем удобство этой панели во-первых вы можете добавить неограниченное количество строчек с помощью команды Adline и удалить ненужные вам строчки Remove Line например я здесь включил отображение клипа имени клипа на котором стоит Playhead в чем удобство зачем понадобилось отдельное окно с таймкодом чем старые таймкоды не устраивали ну во-первых чем выше разрешение у вас монитора тем сложнее считывать таймкод который есть у вас по умолчанию под окном source монитора и программ монитора особенно если учесть таких слепошарых пользователей как я которые уже с трудом разглядывают эти циферки в общем-то старость не радость и так далее поэтому хорошо когда циферки такие огромные большие причем они полностью настраиваются причем многим пользователям будет приятно то что есть подписи что конкретно отображает каждый из параметров что это у нас duration это у нас расстояние от входной до выходной метки просто поставлю out чтобы было нагляднее то есть общий хронометраж расстояние от входа до выхода текущий тайм-код и давайте добавлю еще одну например строчку которую переключу в показ например имени верхнего клипа для меня это очень важная настройка потому что опять-таки в 2018 версии шрифт или размер шрифта тайм-лини стал настолько мелким что иногда сложно прочитать что там написано хорошо что теперь я могу это просто увидеть прямо в окне тайм-кода и именно поэтому удобно его на мой взгляд располагать над тайм-линией под окном программа монитора потому что тогда он не занимает так много места и он достаточно компактный и показывает кучу полезной информации поэтому скорее всего отныне окно с тайм-кодом будет присутствовать во всех моих воркспейсах я так считаю потому что он действительно очень удобный конечно не обошлось и без непонятно глюка или фичи а именно если у вас на тайм-линии находится какой-то essential graphic то вместо названия этого essential graphic он просто говорит что это график было бы удобнее все-таки чтобы он показывал реальное имя этого клипа который располагается на тайм-линии вместо бесполезной надписи график но опять-таки я предполагаю что просто не доработали не успели может быть в каком-нибудь апдейте 2018.1.1 они это пофиксят может быть потребуется больше времени но я очень надеюсь что это будет пофиксено так дальше прекрасная удобная панель прошу любить жаловать следующий эффект это видеолимитер причем многие пользователи которые следят за новинками когда узнали что появился новый видеолимитер воскликнули как и я минуточку а ведь недавно же появился видеолимитер что опять никогда такого не было и вот опять если опять же старожилы помнят что когда-то в премьере был эффект broadcast color который для цифрового видео работал из рук вон плохо потому что изначально он разабатывался для лимитирования аналогового видео и адобовцы добавили на смену broadcast color видеолимитер не помню уж какой версии но появился достаточно давно причем видеолимитер старый видеолимитер появился как отдельный эффект и он же появился в окне экспорта на закладке эффект можно было применять его либо вручную на секвенцию либо в момент экспорта и что проблемного было с этим видеолимитером давайте я тут опять же продемонстрирую причем я даже сделаю хитро я один тот же клип приклею на таймлинию и накину два видеолимитера один старый другой новый потому что старый видеолимитер тоже никуда не делся вот у меня два идентичных клипа на первый клип я брошу я брошу старый который теперь называется Legacy видеолимитер слева старый справа новый казалось бы и что и в чем отличия отличия будут видны если включить панели со скопами или metric scopes она у меня конечно открылась на втором мониторе так вот как говорится что мы имеем с гуся что мы здесь наблюдаем укажу что панель или metric scopes находится сейчас в режиме показа яркостного сигнала потому что именно этот составляющий нас не рисует больше всего а также забегая вперед если вы готовите видео для интернета это нововведение от него вам будет ни горячо ни холодно потому что youtube vimeo и прочие сервисы все стерпят там нет такого жесткого требования по ограничению яркости сигнала как при телевещании поэтому если вы не сдаете материал на телек то эта функция возможно вам и не нужна так вот возвращаясь к тому чем нас не устраивал старый видеолимитер ну помимо того что по умолчанию его приходилось переключать в более жесткий режим потому что по умолчанию изначально он стоял в режиме смарт-лимит который ни хрена не лимитировал на самом деле поэтому приходилось его вручную включать режим люма но это полбеды основная проблема заключается в том что или как он обрезает обратите внимание слева старый лимитер если я его включаю выключаем он выполняет свою задачу он срабатывает обрезая верха и низа и низы то есть все что ниже нуля отрезается то есть он предотвращает появление цветов яркостей чернее черного и белее белого не возникают такие проблемы но как он это делает когда только этот эффект появился и вообще даже судя по настройкам на настройке говорят о том что происходит компрессия на самом деле если присмотреться то фактически происходит грубое срезание сигнала примерно так же как в свое время вел себя эффект rgb лимитер который тоже уже остался в комплекте поставки или нет в пункте видеоэффект абсолют наверное можно даже него может даже они уже выпилили да потихонечку был такой эффект который никакой компрессии не выполнял ни в светах ни в тенях а просто срезал все что выходило за границы казалось бы ну и в чем проблема подумаешь срезает тебе то что проблема в срезании в том что теряется детализация в тех частях которые были белее белого или чернее черного например зонтики на заднем плане вот здесь ярко освещенная полянка подмышки в тенях у него на пиджаке какие-то детали вот тут в кустиках все это было бы потеряно то есть грубо говоря вместо перепадов полтонов в тенях будут ровные черные островки залитые равномерным черным цветом или белым цветом если речь про цвета так вот эту проблему и призван решить новый лимитер обратите внимание если опять же по умолчанию он тоже не настроен на правильное лимитирование то есть его приходится переводить в более жесткие требования например лимитировать под 100 единиц а не 103 сразу видно изменения на приборах что теперь он втаскивает все под стопроцентной или под величину 100 единиц но обратите внимание на то как они по-разному срабатывают слева старый лимитер справа новый лимитер новый лимитер действительно компрессирует сигнал то есть вдавливает его сохраняя максимум детализации старый лимитер увы несмотря на заявление не компрессировал а именно срезал верхушки точнее он слишком плотно все упаковывал так что это было равнозначно тому как будто бы верхушки были срезаны но это первый плюс второй плюс вот я вам только что описал что вот здесь на зонтике потеряется детализация здесь откуда я это знаю откуда я такой умный да потому что я до этого повключал новую галочку в новом лимитере гаммут варнинг я так это с прононсом таким гаммут варнинг и вот эта галка как раз показывает те части изображения которые потерялись бы и не были бы воспроизводимы при телевещании как раз когда вы сдаете вашу программу что не будет показано на экране или за какие части изображения отдел технического контроля придерется и может даже развернет вашу программу обратно поэтому я вижу что могло бы потеряться но при этом оно не потерялось почему потому что когда включается новый видеолимитер он сдавливает все это в допустимый диапазон очень удобно поэтому это был новый видеолимитер прошу любить и жаловать далее казалось бы радостная новость ура 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 теперь есть аппаратное ускорение при экспорте в два популярных кодека H.264 и H.265 если бы не одно но поскольку это аппаратное ускорение основано на технологии Intel QuickSync соответственно есть определенные требования к железу вот эти требования кстати говоря непонятны потому что технически Intel QuickSync если мне не изменяет память присутствует в интелских процессорах начиная с третьего поколения этих процессоров однако и это как раз ложка дегтя которую я к сожалению вам преподношу в этой бочке меда однако требования Adobe к процессорам помимо того что должны быть только интелские процессоры это аппаратное ускорение начинает поддерживаться лишь шестого поколения процессоров соответственно если например у вас какой-нибудь MacBook Air или ранние прошки купленные в районе 2011-2012-2013 годов то увы вам не повезло аппаратного вскорения у вас не будет во-первых во-вторых требования к софту на Mac это должно быть как минимум High Sierra на Windows машинах это должно быть как минимум Windows 10 поэтому как я уже сказал непонятно почему такие требования потому что сама по себе технология Intel QuickSync в конкурирующих программных продуктах реализована для всех процессоров в которых есть поддержка этой технологии я сейчас в данном случае посматриваю в сторону EDIUS который поддерживает эту технологию потому что она есть в процессоре почему бы и не поддерживать почему Adobe решил вот так хитро ограничить требования этого тайны покрытые мраком но тем не менее поэтому не всем удастся получить преимущество от этого аппаратного ускорения а лишь владельцам самых новых машин но и на том спасибо но может быть это как раз повод задуматься об апгрейде существующей техники дальше еще одна грустная возможно для кого-то новость кодеки которые базировались на седьмом QuickTime на 32-битной платформе больше не поддерживаются стоит отдать должное Adobe не с бухты барахты это ввел адобовцы заранее еще когда вышла версия 2018.0 они сказали что минуточку товарищи у вас есть время если вы используете старые кодеки есть время перевести их в более новый формат какие-то файлы потому что в ближайших апдейтах мы поддержку отбросим почему это происходит можно обсуждать долго потому что на Windows машине есть проблемы с безопасностью в технологии QuickTime точнее в самом QuickTime плеере и Apple прекратила развитие этой платформы для Windows систем то есть QuickTime уже не обновлялся миллион лет на Windows машинах поэтому со стороны Adobe это в принципе логичный ход правильное решение не привязываться к устаревшей технологии а реализовать самостоятельно поддержку в премьере всех необходимых форматов поэтому с одной стороны кодеки не поддерживаются какие-то с другой стороны не поддерживаются лишь старое барахло то есть все основные рабочие форматы потому что я знаю сейчас вероятно вы задержали дыхание и ждете ответа прорез как же прорез то прорез то поддерживается прорез поддерживается но это кодеки которые поддерживаются на импорт то есть уже без квиктайма то есть вам не нужно теперь ставить квиктайм чтобы считывать прорезанные файлы на Windows и на Mac кодек dnx.hd dnx.hr также поддерживается касаемо экспорта все то же самое можете экспортировать dnx можете экспортировать прорез для сравнения если открыть окно экспорта вот так оно выглядит в версии 2018.1 если выбрать экспорт в квиктайм то вот небольшой набор кодеков но грубо говоря все основные все стандартные присутствуют и слава тебе господи для сравнения как это выглядело в старом премьере сейчас запущу версию 2017 точнее 2017.1 то есть самое свежее из предыдущих и там список кодеков гораздо 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 более длинный но если вчитаться или присмотреться более детально к этим кодекам практически все из них там присутствуют постольку поскольку то есть когда-то они были актуальны и полезны сейчас их польза достаточно сомнительна ну например кодек фото джипег сейчас там будет либо продемонстрирует окно экспорта выбираю формат и кодеков экспорта было побольше но опять-таки половина из них те же самые авидовские кодеки морально устаревшие 30 миллионов лет назад тот же самый кодек HDV те же самые xdcam xdcam я не могу сказать что морально устаревшие но тем не менее вот так выглядит экспорт в новой версии премьера то есть количество поддерживших форматов на экспорт поменьше но опять-таки все нужные форматы ProRes DNX если кто-то еще сидит на DVC Pro пожалуйста и Animation они здесь никуда не делись а тот же самый SignForm так что в принципе не могу сказать что мы как-то очень сильно ущемлены в этом случае дальше новая функция к которой у меня честно говоря двоякое отношение такое я не уверен что я могу радоваться потому что эта функция появилась сейчас продемонстрирую почему когда я впервые опять же прочитал что ура теперь можно копировать маркеры на секвенции как написано блин на адобовском сайте что я подумал может быть опять же это я такой наивный чукотский юноша я подумал что окей я могу теперь ставить маркеры точнее маркеры я всегда мог ставить я подумал что я теперь могу взять выделить эти маркеры давайте даже для наглядности я первый из них перекрашу например в красненький а второй например в синенький чисто для удобства так вот я их могу взять выделить один с шифтом допустим второй скопировать ага фигушки не могу может быть я могу нажать горячую клавишу типа команд команд ничего не происходит так как же я могу копировать и вставлять маркер на секвенции оказалось что я могу копировать и вставлять только вместе с клипом на секвенции выделяя сам клип либо метками либо ткнув в него мышкой а именно например если я включу галку копировать и вставлять маркер на секвенции которая по умолчанию кстати выключена я ее включу она уже включена у меня так вот если я буду копировать вот этот клип который пересекает собой маркер. Причем даже если маркер не выделен. Я специально сейчас продемонстрирую, что ни один из этих маркеров не выделен. Я просто выделяю clip. Command C. Давайте даже вставлю его в другую секвенцию для читателя эксперимента. Command V. И вот маркер перенесся. С таким же успехом я могу выделить маркеры метками, например, вот отсюда до сюда. Сейчас у меня скопируется синенький, то есть второй и третий маркер. Потому что я выделил метками. Command C. Перехожу сюда. Command V. И те маркеры, которые попадали в выделение скопировались. То есть по факту маркеры секвенции по-прежнему величина такая зависимая и самостоятельно не копируемая. То есть я могу, если мне нужно, выделить какой-то клип и скопировать этот клип. И тогда маркеры, которые пересекаются, которые стоят на секвенции на уровне этого клипа, тоже скопируются. Не знаю. Не знаю. Довольно спорная функция. Возможно, кому-нибудь такой интересный функционал нужен. Но мне хотелось бы иметь возможность просто копировать и вставлять маркеры. Просто выделить самые маркеры. Command C, Command V. Но увы, не срослось. Не получилось. Ну подождем. Может быть в следующем апдейте появится. Дальше. Функция, которую не все пользователи оценят. Особенно если у вас нет опыта работы с Avid, то многие пользователи скажут, что это за фигня, кому она нужна. Но Avid-овские пользователи радостно воскликнут и возликуют. О чем идет речь? Так, давайте я подаляю маркеры, чтобы они меня больше не расстраивали. О чем идет речь? Например, при монтаже интервью или чего-нибудь еще, или просто там диалоговых сцен. Допустим, я приклеил этого дядьку. Я знаю, что я приклеил его не целиком. То есть там еще есть какой-то материал. Как себя ведет или вела традиционная функция Match Frame в Premiere? Когда вы нажимаете клавишу F... Так, у меня уже включена новая функция. Сейчас я переключу. Вот. Вот у меня будет традиционное поведение. Когда я нажимаю клавишу F, Premiere выделяет метками входа-выхода тот сегмент, который использован на тайм-линии. И playhead стоит в том месте на клипе, где он стоял на тайм-линии относительно этого клипа. То есть, грубо говоря, если я встану в начало клипа, нажму Match Frame, то playhead будет в начале выделения стоять. В конце клипа playhead стоит в конце выделения. Это традиционное для Premiere поведение Match Frame, скопированное из почившего на ныне седьмого Final Cut. И, в принципе, это поведение было достаточно удобно, к нему все привыкли. В чем заключается авидовское поведение? Если я включу эту галку, то при вызове функции Match Frame Premiere будет ставить метку входную на том месте, где стоит playhead. В чем польза для народного хозяйства? В чем удобство? Удобство в том, что если я нахожусь, например, на последнем кадре клипа, делаю Match Frame, я могу взять, послушать, что там дальше детка говорит, выделить еще один фрагмент и приклеить его в конец, уже после продолжая его интервью. Допустим, я потом приклею какие-нибудь еще перебивочки, но сейчас нет под рукой перебивочки, я скопирую и вставлю. Потом нужно будет опять выйти, продолжить его интервью. Я, находясь в конце клипа, опять делаю Match Frame, опять какой-то фрагмент приклеиваю и приклеиваю в конец. Такое поведение Match Frame более привычно для авидовских пользователей, но даже если вы никогда не монтировали в Авиде, попробуйте, возможно, вам такой способ работать с Match Frame будет удобен, когда вы как бы захватываете каждый раз конец предыдущего клипа. Далее, ну а если нет, если вам удобно работать в старом поведении Match Frame, то всегда эту галку можно отключить. Удобно, что они позволили пользователям выбирать один или другой режим работы. Далее, следующее нововведение. Причем самое интересное, что я не обнаружил упоминание про это нововведение в новых функциях премьера. Зря, потому что это очень важная, на мой взгляд, особенность. Что имеется в виду? Допустим, опять же, мне стоит задача протетровать какое-то вот включение. Допустим, это какое-нибудь там, какое-то место, не знаю, берег реки какой-нибудь, не знаю, что за река. И мне, используя новую тетровалку, хотелось бы обозначить его. Допустим, у нас будет какая-нибудь там речка вонючка. Предположим, открыв Essential Graphics. Кстати, вот тоже одно из раздражающих меня вещей, которое появилось, оно и было в премьере. Essential Graphics по умолчанию переключается в режим Browse. Выбор темплейтов. То есть понятно, почему Adobe это сделал, чтобы пиарить эти новые темплейты. Но как же это неудобно каждый раз приходить на закладку Edit, потому что я не хочу использовать темплейт. Я хочу настроить параметры существующего титра, который я только что набрал на клавиатуре. И мне хотелось бы приступить к его форматированию. Почему мне каждый раз нужно переключаться вручную из брауза на Edit? Это выбешивает. Но, увы, боюсь, что это не будет изменено в ближайших версиях, потому что ну это дешевый способ для Adobe пропиарить эти новые темплейты. Поэтому я думаю, что это сделано специально. Окей, возвращаясь к мастер стилям. Вот они, вот они. Причем тоже, я не знаю кто реализовал эту функцию, но это просто гениальный был какой-то индус. Его нужно найти и всем как бы группой расцеловать, потому что реализовано это совершенно классно. Допустим, пускай это будет шрифт какого-нибудь Proxima Nova. Допустим Black. Размером такой вот. И, допустим, я хотел бы сохранить это как стилевое решение. Назову его, допустим, название PlaceName. Дальше. Мне хотелось бы также уточнить, где эта речка Вонючка находится. Поэтому, допустим, на улице такой-то она находится. И, предположим, это уже будет... У меня шрифт не... Точнее, это будет Proxima Nova. Допустим, посветлее, по начертанию, поменьше по размеру. Может даже это будет вот так-то. И чуть-чуть потемнее по шрифту. По цвету шрифта. Что-то я перетемнил. Ну, вот так. Может быть, нужно было добавить плашечку, но... Ладно, фиг с ним. И я это тоже хочу сохранить как стиль. Потому что, видите, он пишет, что PlaceName Modified. Modified. Я скажу, давайте-ка CreateNewMaster. Ставим. Назову его PlaceLocation. Дальше. Если мне нужно потом сделать еще один какой-то титр. Допустим, вот здесь тоже какая-то другая уже речка. Конечно, я могу скопировать и вставить титр. Но, предположим, если мне нужно использовать только один стилевой... Допустим, я хочу не в две строчки вынабирать, а просто указать, что это какая-нибудь там... Речка... Другая какая-то. И я помню, что у меня было для названия речки... Был отдельный стиль. Вот он-то никуда не делся. PlaceName. Бум. Причем, если вы помните, как были реализованы стили в классической титровалке. Особенно, если вы были у меня на занятиях. Вы помните, что я на каждом занятии просто желчью исходил на тему того, почему при применении стиля в старой титровалке не сохраняется размер... Или что там не сохранялся? Размер или цвет... А, font-size. Да. То есть, размер текста не сохранялся в стиле. И нужно было каждый раз применять его правой клавишей. Так вот, этот косяк учтен и применяется, полностью меняется. И цвет, и размер, и шрифт, и все остальные пироги. Но, помните, я сказал, что реализована эта функция совершенно гениальна. Не потому, что сохраняются все эти параметры. Это изначально должно было так работать. То, что оно не работало в классической титровалке, это проблема классической титровалки. Самое гениальное в том, что эти стили прописываются не куда-то в систему, а эти стили хранятся в самом файле проекта. То есть, если вы зайдете в окно проекта... Вот они. То есть, если вам нужно поделиться стилем, вы фактически можете положить эти стили в отдельный проект и отправить эти проекты, не знаю, или выложить их в общий доступ. Или, например, зная, какой я любитель все организовывать, назову это Master Styles или Master Text Styles. И уберу туда эти стили. И вообще все хорошо. Все ликуют и поют массовые народные гуляния. Причем тот факт, что я переместил эти стили, они никуда не делись. Вот они по-прежнему здесь доступны. Причем если я сделаю новый проект, то там уже будут другие стили. То есть, я могу легко перебрасывать эти стили между проектами. Сейчас я это тоже продемонстрирую. Касаемо проектов, это отдельная фича. Это отдельное нововведение. Поэтому классно, что это появилось. Жалко, что Adobe об этом не говорит, потому что мне кажется, эта функция достойная того, чтобы трубить об этом на всех углах. Для каждого, кто хоть раз в жизни делал титры в премьере, это будет понятно и очевидно сразу же, что это очень классная функция. Далее. Спорное нововведение, но вдруг кому-нибудь будет полезно, потому что Adobe тоже это не особенно анонсирует. Можно сохранять пресеты для эффектов перехода для транзишенов Deep to Black и Deep to White. Причем, как сказано у Adobe, можно сохранять пресеты для этих двух эффектов, так же, как и пресет для Cross Dissolve. В этот момент я, прочитав эту фразу, подумал, ядрит Мадрид. Я понятия не имел, что можно сохранять пресет для Cross Dissolve. То есть, вот стандартный Cross Dissolve. Оказывается, если его открыть в закладке Effect Controls или где-нибудь тут, его можно сохранить было как пресет. Для чего? Для того, чтобы иметь Cross Dissolve заданной длины, заданного хронометража. Удобно, черт побери. Жалко, что об этом нигде, кроме как в новых функциях, не сказано. Ну ладно, теперь будем иметь в виду. Так вот, помимо того, что можно сохранить пресет для Cross Dissolve, давайте даже сразу его с нужной длиной сохраним. Предположим, что у него длина должна быть 6 кадров. 6 кадров. А Constant Power мы грохнем. Так вот, Cross Dissolve. Save Preset. Назову его Cross Dissolve 6 Frames. И, пожалуйста, в закладке с пресетами вот он, 6-кадровый Cross Dissolve. Я могу его бросить куда-нибудь, например, сюда. И вот он, 6-кадровый Cross Dissolve. Радости и ликованию нет предела. Так вот, тот же самый функционал теперь работает и для Deep to White и Deep to Black. То есть, я могу бросить Deep to Black, например. Ну, давайте так. Брошу его между клипами, собственно, где ему самое место. Может быть, не в данном случае, а просто продемонстрирую. Чёрный выход из чёрного. Выделяю сам по себе Deep to Black. Effect Controls. Save Preset. Также, допустим, давайте сделаем ему длину тоже 12 кадров. Save Preset. Deep to Black 12 кадров. И вот он-то в пресетах появился. Причём, могу применить его на вторую склейку. Действительно, 12-кадровый пресет. Как только я узнал про то, что для Deep to Black и Deep to White и Cross Dissolve можно сохранять пресеты. А можно ли для каких-то других эффектов? Оказалось, что нет, не можно. То есть, первым делом меня, конечно же, интересовал Vibe и Barn Doors. Накидываю Vibe. Захожу в настройки Vibe. Залезаю в меню. Опа! Не работает. Ладно. Думаю, может быть, Barn Doors. Даже не буду сейчас экспериментировать. Короче, работает это пока только для Cross Dissolve и Deep to Black и Deep to White. Но начало положено. Соответственно, если дальше Adobe будут в этом направлении копать, надеюсь, что можно будет сохранять пресеты и параметры не только Deep и Cross Dissolve, а в частности и Vibe, Push и Slider, чего очень не хватает сейчас. Например, я достаточно часто пользуюсь эффектом Push для того, чтобы въезжал в какой-то шрифтец. И мне хотелось бы сохранять направление Push. Пока что этого сделать нельзя. А жаль. Это было бы очень классно. Потому что до сих пор приходится копировать и вставлять эти эффекты с клипа на клип. А так можно было бы сохранить как пресет и просто фигачить на уровне пресетов. Вот. Такая вот новинка. Это все, что касалось нововведений версии 2018.1. Давайте подойдем к новинкам версии 2018.0.